Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Много ли нужно человеку для счастья? Нет, порой достаточно просто выходных. Мы предлагаем переключиться на них вместе с нашей программой. И вот что мы покажем для вас в ближайшие 15 минут. Красивое может быть съедобным. Марта Самойлова покажет, как можно из овощей и фруктов собрать красивый букет. Для Алексея Моргунова музыка стала образом жизни. И в этой жизни есть место и для педагогики, и для дирижирования. Еще недавно никто и представить себе не мог, что в мировой флористике появится такой необычный тренд, как съедобные букеты. Сейчас мода на такие подарки набирает популярность. Ведь съедобный букет не только глаз порадует, но и насытит организм полезными витаминами. Какие тенденции существуют в фуд-флористике, расскажет Марта Самойлова в нашей рубрике «Мастерская». Флорист – это человек, который составляет букеты, композиции. Флорист знает абсолютно каждый цветочек. Название, уход. Цветочная флористика, она вообще очень широкая. Делают и украшения стола, и арки, и украшения кортежа. Это как бы свадебная флористика. Поэтому цветы, они дарят радость, внимание, заботу, насколько я считаю. Как правило, вообще считаются мужскими – это одиночный цветок. То есть, насколько мне известно, ну, лилии, калы, они входят в мужские букеты. Или же одиночные. То есть, хризантема – одна роза. Хризантема – одноголовая, не кустовая. То есть, все, что одинарное. Это как бы считается мужским приоритетом. К женским относятся все равно кустовые. Конечно, одиночные, естественные розы дарятся, тут понятно. Но более такие все равно кустовые розы, кустовые хризантемы, альстермерии. То есть, все, что идет кустиком. Я люблю альстермерию. Почему? Не знаю, не могу сказать, почему. Она мне просто нравится. Это ну, как бы, достаточно стойкий цветок в плане домашнего ухода. То есть, это стоит в течение двух недель. Сто процентов этот цветочек стоит. Мне они нравятся. Они все радужные, красивые. Мини-лилии. Это лилии скрещенные с орхидеей. То есть, это такие небольшие, маленькие кустовые цветочки. Первые мои букеты, конечно, были неказистыми, но на ошибках учатся. Со временем навык, работа, она, конечно, только пополнялся мой. В данный момент пользуются популярностью букеты с добавлением фруктов, сухофруктов, конфетные букеты. То есть, помимо эстетики этой красоты, как бы, это уже и можно скушать эти букеты. То есть, они сейчас очень популярны. В больших городах это уже давным-давно пользуется популярностью. У нас, ну, достаточно тоже, как бы, по времени. Прямо по нашему магазину года 4-5 точно. Вот самый необычный букет. Какой приходилось вам составлять? Заказали девочке на день рождения, 17 лет, конфетный букет. Конфетный букет без оберток, без всего. Конечно, самый сложный букет для меня считался. То есть, я его доделывала в холодильнике, потому что это было лето, он таял. Прямо было очень-очень достаточно тяжело. Получился огромный, большой. Люди, конечно, были очень рады, но очень красивый букет. Вот это, наверное, для меня было самое необычное. Сейчас я предлагаю провести небольшой мастер-класс как раз по актуальному букету, то есть, с добавлением фруктов, цветов. Давайте назовем нашу композицию «Осеннее настроение». Вот, значит, составляющая часть у нас будет из цветов и фрукты, овощи. У нас идет хурма, тыква, 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 гранат, яблоки, сливы. Цветочная составляющая у нас идет рябина, которая находится в удлинителях специально с водой. Значит, зелень, самшит, веточка калины, целлозия, кустовая роза и кустовая хризантема. Мы сейчас его будем собирать и видеть. Я, может быть, и не все овощи задействую в букете. Наш букет. Начинаем собирать с самого крупного плода. Берем скотч. Все это будет фиксироваться у нас на скотче. Значит, и вот так обматываем ножку. Сильно их не стягиваем. Букет мы собрали. Теперь нам надо замотать все, подровнять обязательно под один уровень все ножки от шпажек, от удлинителей. Так, на один уровень. И далее замотать все скотчем, чтобы не поранить потом упаковку, которую мы будем упаковывать. Вот такой букетик у нас получился. Всем осеннего настроения! Музыка для него не хобби, не страсть. Музыка – это он сам. В нашем следующем сюжете преподаватель музыкальной школы имени Мержанова Алексей Маргунов. В этом году он стал лауреатом премии Тамбовской области имени Сергея Васильевича Рахманинова. Первые шаги связаны с воспоминаниями из глубокого-глубокого детства. Я не очень помню визуально это, но очень хорошо помню первые звуковые какие-то воспоминания. Потому что я помню, когда меня отдавали в ясли, хотя считается, что дети в полтора года не могут помнить себя, я прекрасно помню вот этот момент, когда оторвали от матери первый раз и отдали какой-то тете, где было еще куча детей. В этот момент по радио звучала песня «Ай-я-ля-гу-при-ля-гу». И вот эта песня до сих пор ненавистна. Хотя музыка, я сейчас, как профессиональный музыкант, я понимаю, что это прекрасная музыка, вообще замечательная песня, но вот в сознании ребенка это сформировался такой динамический стереотип, стереотип восприятия этой песни, как какой-то отрыв от матери. И поэтому я так думаю, что, видимо, слуховые образы, они для меня были, наверное, всегда важнее, чем все остальное, что получаешь через зрение, через какое-то касание. В доме всегда звучала музыка, отец играл на гитаре и до сих пор иногда поигрывает, пел разные песни и романсы. А дедушка с бабушкой по материнской линии, они тоже были такими фольклорными музыкантами и очень известными у нас в городе. На всех ярмарках, сабантуях они всегда выигрывали какие-то призовые места, первые места, безусловно, всегда были. Поэтому, в общем, бабушка по отцовской линии играла на балалайке. Ну и, в общем, это как-то предопределило выборы инструмента и то, что я пошел в музыкальную школу. Здесь, конечно, заслуга родителей, потому что они поймали меня в хорошем настроении, когда я скакал на диване и спросили, пойдешь в музыкальную школу? Конечно, пойду. Я так очень быстро прогрессировал, и отец со мной ходил на все занятия, обязательно сидел, держал меня на руках, потому что балалайщика тогда маленьких не было для детей, сейчас они есть. А тогда их не было, и чтобы я мог заниматься, он сажал меня на колени, держал мне балалайку, а я на ней уже играл. Потому что я был очень маленький, щупленький, худенький. И, в общем, мне было тяжело в 7 лет, когда пошел в школу держать инструмент. Отец был моим главным сверстником на тот момент. Он со мной гонял футбол, он со мной ходил на лыжах, он со мной... И тут же были ребята со двора, которые в этом во всем принимали активнейшее участие. Все лето мы вообще... Мама не могла загнать домой, потому что 11 часов вечера уже ничего не видно, а мы за теннисным столом во дворе рубимся в настольный теннис. Уже только на слух играешь, потому что шарики не видно. Но, тем не менее, вот это все лето так проходило. И, в общем, общение со сверстниками, оно не исключается хождением в музыкальную школу или спортивную секцию. Наоборот, это общение расширяется. Появляются какие-то друзья по интересам. Ребенок ходит не на какой-то инструмент, на самом деле. Все дети ходят к преподавателю. Вот те дети, которым нравится музыкальная школа, им не нравится играть на фортепиано или на скрипке, или на балалайке, или на флейте. Им нравится ходить к учителю. Потом пошел учиться в музыкальный колледж. Это был уже абсолютно осознанный выбор. То есть я не мог себе представить, что я вот... Наступит время, когда я не выйду на сцену. Вот сюда я приехал учиться, получать здесь высшее образование в класс. Андрея Александровича Горбачева, замечательного профессора, который завкафедрой в Академии Гнесиных. И здесь преподает уже с 97-го года, наверное. В 2003-м я приехал сюда, в Тамбов, и с тех пор здесь уже 17 лет живу и уже 12 лет преподаю. У меня было всегда колоссальное желание передать мои знания дальше. Потому что людей, которые владеют балалайкой, имеют такой комплекс умений, навыков, знаний, которыми владею я, благодаря тому, что учился у Андрея Александровича Горбачева, таких людей немного. И мне всегда казалось, что я не могу, чтобы на мне не прервалось это, я должен дальше передать кому-то. И вот это желание передать свои знания вкупе с каким-то там человеческим просто обаянием, да, или чем-то даром убеждения, да, вот это и, в общем, как-то так влияет на моих учеников, что они занимаются и с радостью это делают. И не бросают, а наоборот, к каким-то вершинам тянутся. Разница между дирижированием и игрой на инструменте. Вот если разница между дирижированием и педагогикой минимальная, то разница между дирижированием и игрой на инструменте колоссальная. Дирижирование сложнее, потому что ты не воспроизводишь ни одной ноты Ни одного звука ты не можешь исполнить В момент концертного исполнения ничего не можешь поправить своей игрой А когда ты играешь на инструменте, то все звуки зависят только от тебя А когда ты дирижируешь, ты нем И вот это взаимодействие происходит на таких тончайших волокнах Потому что этот ряд передачи информации от композитора через партитуру, которую я читаю своими глазами У меня в голове рождается образ того звучания, которое должно быть Дальше это я должен руками показать, передать оркестрантам, которые должны глазами это прочесть И исполнить на инструментах или спеть И это все должно попасть в зал Представляете, какой длинный путь должна пройти идея композитора В ситуации, когда я дирижирую, например Гораздо короче путь, когда я играю сам Потому что идея из нот попадает мне в голову, я сам ее реализую Рост бывает разный Рост бывает карьерный, рост бывает личностный Мне бы хотелось еще лучше научиться играть Еще лучше дирижировать, прежде всего Еще лучше преподавать То есть вот какой-то профессиональный рост я воспринимаю таким образом Самое главное в моей работе то, что я ни одного дня в жизни на работу не ходил Вот кто-то из великих сказал, найдите себе занятие по душе, чтобы не пришлось работать ни одного дня Это только комфуция, я сейчас не помню Вот самое главное в моей работе и в том заключается, что Мое хобби и моя работа совпадают на 100% Вот и все Я люблю это дело Время быстротечно Оно не оставляет надежды на то, что потом можно начать все сначала И наша программа подошла к концу Встретимся с вами на следующей неделе в пятницу на канале Новый Век В свободное от работы время